Музыка Всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию, привет Левобережному кампусу Церкви Завета. Пусть Бог благословит сегодня каждого своим прикосновением, своим словом, своим ободрением, наставлением, может быть, кого-то и обличением, потому что, знаете, обличение от Господа, оно тоже является благословением. Оно не приносит печали, оно не разрушает. Обличение от Господа, оно освещает сердце человека для того, чтобы дать потом ответ, какую-то помощь, какой-то выход, чтобы прийти в жизнь человека так, как до этого он не мог прийти. Поэтому будем открыты, чтобы принимать от Господа абсолютно все. И то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Как однажды Иов сказал, неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злое, ну, мы знаем, у Бога нет злого, но то, что нам иногда кажется в нашей жизни злое, нам сейчас кажется, что ну совершенно Бога здесь нет в этой ситуации, а Иов, который жил еще в Ветхом Завете задолго до наших дней, он имел это откровение, что надо принимать от Господа, доверяя Ему абсолютно всю свою жизнь. И каждый, кто уповает на Него, не будет разочарован, не посрамится, написано в Библии, но прославит Господа, потому что увидит не только трудность, но увидит ответ на эту трудность, выход из любой ситуации. Аминь. Аминь. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию одну характеристику. И вот интересно, хотели бы вы услышать такую характеристику в свой адрес, если бы эту характеристику давал вам сам Бог? Я прочитаю вам. Представьте, Бог говорит вашу жизнь прямо к вам. «Я вижу, как много ты трудишься, с каким терпением и выдержкой ты стараешься мне угодить. Ты никогда не говоришь, я устал. Я вижу, что ты не поддерживаешь злых и грешных людей. И при этом у тебя есть способность отличать, где настоящие служители, а где ненастоящие лживые служители». Я не знаю, о чем вы думаете. Хотели бы вы услышать в свой адрес такую характеристику? Мне она очень нравится. Я когда слышу такие слова, то мне кажется, что это предисловие перед награждением. То есть сейчас, наверное, Иисус будет награждать самых достойных, потому что, я не знаю, ну потрясающая просто характеристика для тех людей, к которым обращена она. Но, к моему величайшему удивлению и многим вопросам, я вижу, что Иисус, обращаясь к определенной категории людей, давая эту характеристику, продолжает такими словами, «Но я имею против тебя». Давайте прочитаем, как это звучит в Библии. Книга Откровения, 2 глава, со 2 по 7 стих я вам прочитаю. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». Это воскресший, пауза небольшая, это уже воскресший Иисус Христос. Для тех, кто не знает, скажу. Уже Он умер за наши грехи, Он воскрес из мертвых, и Он является Своему ученику, апостолу Иоанну. И Он говорит ему эти слова, дает ему это видение и говорит, «Запиши то, что Я тебе передаю». И вот Он обращается к определенной церкви в Ефесии, и Он говорит, «Ангелу, то есть пастырю Ефесской церкви напиши». То есть Он обращается к пастырю определенной Ефесской церкви и, соответственно, через пастыря ко всей общине. И вот Он говорит к этой общине, и к этому пастырю, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». Удивительное слово, которое Иисус Христос адресовал церкви, церкви, но через этой Ефесской церкви, я думаю, ко всем христианам всех поколений. И мы можем отсюда взять что-то. Первое, что я вижу, чем заканчивается это послание к Ефесской церкви, это обетование, которое Иисус говорит. И Он говорит побеждающему дам вкушать, но перед этим Он обличает эту церковь, что они оставили свою первую любовь. Но еще перед этим Он показывает все труды, всю жизнь, красивую, на мой взгляд, жизнь, которой мы бы дали высокую оценку, но Он говорит, ты упал. Получается, что побеждающий – это не тот, кто страдает. Вопреки распространенному религиозному мнению, которое я, к сожалению, не так редко слышу. Люди говорят, что чем больше ты здесь страдаешь, тем, ну, там тебе на небе зачтется больше. Здесь ты страдаешь таким образом, ты искупляешь свои грехи, таким образом приближаешься к Богу. Поэтому ничего, что ты страдаешь, через это Бог тебя освящает, и через это это тебе зачтется там на небесах. Но здесь я вижу церковь людей, которые трудятся без устали. Они просто пашут, трудятся, они не ноют, они не говорят, что мы устали. Но при этом Иисус обличает их и говорит, вам надо покаяться. То есть побеждающий в глазах Божьих – это не тот, кто много даже трудится, это не тот, кто страдает, это не тот даже, кто научился великому терпению в этих страданиях. Но побеждающий в глазах Божьих – это тот, кто не выпал из первой любви к Иисусу. «Оставил» в подлиннике звучит это как «выпал». «Оставил» как-то вот «выпал» из этой любви. Я понимаю, что у нас могут возникнуть определенные вопросы. Господи, против кого Ты имеешь? Иисус говорит, я имею против Тебя, Господи. Против кого Ты имеешь? Ты кого призываешь к покаянию? То есть мы всегда понимали, что к покаянию надо призывать грешников. То есть это грешники, кому Ты обращаешься? И Он говорит, нет. Они сами недовидят тех, кто оправдывают свои грехи. Учение Николаитов, можно свести суть этого учения к одному. Они оправдывали свои грехи. Разными теориями, разными способами. Но суть в том, что они оправдывали грехи. Они грешили и объясняли, как это. Иисус говорит, я ненавижу это. И хорошо в тебе то, что и ты это ненавидишь. Тогда кто же это? Речь, может быть, идет о ленивых бездельниках, которые не хотят брать хоть какую-то ответственность в церкви. Иисус скажет, нет. Это люди, которые трудятся без устали. Они трудятся по-настоящему. Много очень дел сделано ими. Интересно, кого же ты обличаешь? Кто же должен покаяться? Может быть, мотив у этих людей был неправильный? Да нет. Потрясающий мотив. И сам Иисус, воскресший из мертвых, дает эту характеристику и говорит, ты трудился для имени моего. Тогда в чем же проблема? Почему Иисус призывает к покаянию, как любого грешника? И ответ в том, то, что Он говорит. Ты оставил первую любовь твою. Я всегда понимал, что это Божья любовь. Бог Василий дал мне свою любовь, поэтому Он любит. Когда все плохо, тогда у нас приходит, бывает сомнение, что Он любит, потому что это Его любовь. Я не чувствую сейчас Его любовь. Но то, что я читаю здесь, причина падения в том, что Он говорит, ты оставил первую любовь твою. И мне это так нравится. Это любовь твоя, которая однажды излилась Духом Святым в наши сердца. «Однажды, чтобы подарить нам эту любовь, Его небесную к Агапе, любовь, знаете, Агапе, вот эта Божья, настоящая любовь, всеобъемлющая, которая не зависит ни от каких обстоятельств, которая больше абсолютно, чем любое падение, чем все, что угодно. Эта любовь, которая была только на небе, здесь на земле все наполнилось злом, однажды пришла с неба на эту землю. Чтобы сделать ее доступной для нас, грешных людей, Иисус пошел на крест за все наши грехи. И после того, когда Он заплатил цену за наши грехи и воскрес из мертвых, Он послал на землю Святого Духа, Духа любви, силы и здравого разума. Так апостол Павел, когда пишет Тимофею, описывает Дух Святой, Дух силы, любви и здравого разума. И вот этот Дух Божий, Дух Божьей любви, Он написано, излился в наши сердца, и мы наполнились любовью, Его любовью. Но после этого Иисус, воскресший из мертвых, смотрит на нас, которые получили эту любовь, и говорит, это Твоя теперь любовь. Это Твоя любовь. Она теперь принадлежит Тебе. Это Твоя любовь. Когда я сегодня пел здесь вместе, мы сейчас пели песню потрясающую, вообще прославление прекраснейшее было. Спасибо огромное всем братьям и сестрам, которые готовятся, которые ходят в Духе и помогают нам войти в это присутствие Божье. И вот мы пели эту песню о любви, и там была любовь Твоя, любовь Твоя. Я уже с этим откровением пел, «Любовь моя, любовь моя». Там, помните, такие слова, что покров Твой, покров Твой, любовь, любовь Твоя. А Иисус говорит, Ты оставил любовь Твою. Она Твоя. Ты имеешь ответственность, как распорядиться ей. Она тебе нужна. Ты готов за нее сражаться. Ты готов за эту любовь, которую принял заплатить цену. Ты готов ее хранить, как самую большую драгоценность в своей жизни. Она теперь Твоя. Ты можешь распорядиться ей, как посчитаешь нужным. И вот от того, что ты оставил, то, что я тебе дал, самое драгоценное, мою любовь, в результате ты упал. И когда я смотрю через это на все, что говорит Иисус Христос выше, я понимаю, что вся эта характеристика была дана людям в глазах Божьих упавшим, которых Он призывает к покаянию. И говорит, если ты не покаешься, то я сдвину твой светильник. Я размышляю, что это значит. Я думаю, что речь идет о призвании. Светильник Он для того, чтобы светить. Светильник для того, чтобы исполнять волю Божью. И когда Бог его поставил в определенное место, он имеет какое-то дело. Он хочет что-то осветить. Он хочет что-то сделать в этом мире. И когда Он поставил этот светильник, никто не может его сдвинуть в сторону. Никакие силы дьявола, никакой человек, никакой дух не может противостоять тем, которых Бог поставил в определенное место. Но Иисус говорит, если ты не покаешься, если ты не покаешься, то тогда я сдвину твой светильник. Знаете, что это для меня значит? Это значит, теряется вот это призвание, которое есть у меня. Я боюсь этого. Я боюсь, чтобы Бог не сдвинул мой светильник. Я хочу оставаться тем, кем Бог меня хочет видеть. И я думаю, что каждый из вас согласен со мной. Бог поставил вас в определенную позицию. И Бог хочет использовать каждого из вас на своем месте. Может быть, у кого-то из вас есть ответственность в церкви. И это очень дорого. Это очень ценно. Посмотрите, одно наказание, которое Иисус говорит для этих падших людей. Он говорит, если не покаешься, я сдвину твой светильник. Мы до конца не представляем, может быть, насколько большая беда в том, когда Бог говорит, ты не смог сделать то, что я тебе поручал. Когда Он сдвигает этот светильник, и ты остаешься без сил, не способный сделать то, к чему Он тебя призывает. Фактически это же мимо цели. Фактически ты пропускаешь жизнь. Ты пропускаешь что-то самое важное, для чего ты на этой земле. Иисус говорит, надо покаяться, если не покаешься. Большая проблема. Я хочу показать вам один ролик перед тем, как мы продолжим. Пожалуйста, братья, включите. Жил. Жил-был Орел. Каждое утро он расправлял свои огромные крылья и, оттолкнувшись мощными лапами, парил в потоках восходящего воздуха. Небо было его стихией. Однажды хитрый браконьер расставил свои силки и с помощью приманки поймал могучую птицу. Освободиться от цепких рук браконьера не было никакой возможности. Ему подрезали великолепные крылья и посадили в курятник. В тесном помещении, в которое едва проникал солнечный свет, жили петух и курицы. С первой минуты Орел пришелся не ко двору. Все отнеслись к грозной птице и враждебно. Курицы кудахтали, клевали орла. Нетерпимость к огромному уроду соседу заканчивалась каждый день потасовкой со стороны высшего куриного общества. Так шел месяц за месяцем. Корм, который давали орлу, ему не нравился. Постоянно хотелось кушать. Смотря на копошащихся в земле несушек, орел решил попробовать найти съестное и для себя. Поначалу это занятие раздражало его, но постепенно он привык и вскоре новая жизнь потекла по размеренному ритму курятника. Прошел год. Однажды днем после дождя, когда все курицы усердно копались в земле, над головой орла раздался крик. Он поднял голову. Высоко в небе парила величественная птица. Что-то защемило внутри у орла. Звук небес донесся до его уха снова. Его сердце стало стучать сильнее. Орел расправил свои крылья. впервые он стал ими истово махать. Новые отросшие перья расправлялись, сами поднимая орла ввысь. Когда с высоты раздался крик в третий раз, орел влекомый зовом свободы взмахнул своим новым оперением. Пару секунд и он изо всех сил стараясь оторваться от земли махал крыльями еще 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 свобода казавшаяся такой невозможной раскрыла свои объятия орлу и с каждым новым движением поднимала могучее тело все выше и выше удаляя взор орла от белого квадратика курятника. Час спустя уставший но бесконечно счастливый орел сидел на одном из выступов скалы и величаво смотрел вдаль. прошедший год казался ему страшным сном его хотелось забыть как можно скорее если вы сегодня ощущаете себя в потоке этой божьей любви если вы сегодня наслаждаетесь просто этой жизнью с Иисусом этой любовью этими переживаниями этими незабываемыми моментами когда он говорит вашу жизнь и когда вы вместе с ним трудитесь изо дня в день то вы самый счастливый человек на этой земле если вы сегодня парите как этот орел и небо это ваша жизнь это ваша среда обитания то вы самый счастливый человек и пусть вся эта проповедь для вас сведется к тому что это надо хранить больше всего страшно остаться без божьей любви можно потерять все что угодно но важно сохранить любовь твою которую бог дал тебе она была его она была недостижима она была непонятна она была очень далеко от каждого из нас но он сделал ее доступной он поселил ее прямо в нас нет ничего более важнее нет ничего более драгоценнее и сильнее чем божья любовь если ее теряешь то теряешь весь смысл если ее теряешь то оказываешься внизу внизу все непонятно внизу все трудно внизу надо добывать себе пищу своими силами как этот орел в курятнике я думаю что Иисус говорил именно об этом когда обратился к иудеям которые вообще не понимали его он обращается к ним они вообще не понимают его как на разных языках говорят и Иисус им говорит Евангелие от Иоанна 8 глава 23 стих и он сказал им вы от нижних а я от выше от вышних вы от мира сего а я не от мира сего а вы помните потом он сказал ученикам или молился отцу и говорил они тоже уже не от мира сего они приняли мою любовь они приняли мое помазание мой дух теперь живет в их сердцах они уже не от этого мира кто от этого мира Иисус говорит он внизу как от нижних все его ценности здесь все его мечты здесь вся его логика здесь от того что он или получает или теряет приобретает или лишается чего-то все здесь все сводится в эти категории понятия этими рамками все ограничивается Иисус говорит поэтому вы не можете меня понять я от вышних мною движет любовь божья он наполненный любовью божьей он пришел с неба на землю чтобы взять наши грехи на себя потому что любит потому что настолько сильно возлюбил нас что решил отдать себя полностью без остатка а его окружали люди которые от земных они должны были бы быть также от вышних они должны были бы его понимать они должны были бы дать ему самое почетное место но вместо этого они ходили и постоянно пытались найти в нем что-нибудь неправильное они все время мыслили рамками своей земли и все время докапывались до Иисуса и не могли его понять как бы он не старался им объяснить почему они не имели этой любви и он говорит вы от нижних я думаю что от нижних это люди которые не имеющие любви не важно как ты называешься может быть ты принял любовь к Божью когда-то но если ты ее оставил то ты опять от нижних ты уже не можешь размышлять категориями Царства Небесного категориями Небесного Царства может размышлять только тот кто находится в любви Божьей апостол Иоанн говорит что пребывающий в любви пребывает где в Боге пребывающий в любви пребывает в Боге вот это полет он мыслит исходя из Божьей любви он мыслит исходя из того что Бог хочет сделать через него он переживает категориями Царства Небесного или разочаровывается или вдохновляется не от того что происходит на этой земле а от того что происходит в Духе в Царстве Божьем поэтому если вы ощущаете себя парящим в любви Божьей пусть эта проповедь только утвердит вас что вы в правильном положении и сохраните это навсегда но вот некоторые признаки для тех кто упал у вас нет вопросов вам все понятно проповеди становятся и вообще все что в церкви происходит становится каким-то обыденным понятным уже неинтересным ничего нового кажется но при этом у вас возникают вопросы с которыми вы живете и которые вы не можете вслух откровенно сказать просто не хотите этой темы касаться просто не хотите об этом разговаривать и поэтому ходите с этими вопросами внутри вы не открыты для того чтобы говорить то что внутри вас вам не очень хочется рассказывать кому-то о ваших отношениях с Иисусом вы не горите тем чтобы поделиться своими отношениями с Господом вы не стремитесь чего-то достичь с Богом большего чем то что имеете сейчас если вы и делаете что-то в церкви то без желания и без удовольствия вы считаете себя знающим христианином при этом вас раздражает если кто-то говорит что-то новое это лишь некоторые признаки того что человек упал он оказался внизу он как-то выпал из этой первой любви если кто-то из вас обнаруживает сегодня себя в таком положении если кому-то относятся то что читал выше то тогда это время для того чтобы вместе с Ефесской церковью который обращался тогда Иисус уже более чем две тысячи лет назад поразмыслить и увидеть что можно изменить в жизни Иисус для этого и пришел чтобы осветить и чтобы показать новый путь и чтобы каждый из нас мог взлететь когда апостол Павел обращался к этой же церкви к Ефесской церкви интересно там шесть глав есть достаточно объемных и вот последний глава шестая последний стих двадцать четвертый и апостол Павел заканчивает это послание к этой же церкви такими словами благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа вы знаете я посмотрел в оригинале как звучит это слово неизменно и оно переводится дословно нетление и бессмертие благодать со всеми вами и там так хочется да Господь нам нужна твоя благодать и Бог говорит она для всех со всеми вами запятая неизменно любящими Господа Иисуса Христа неизменно бессмертно любовь к Иисусу она должна стать нетленной она должна стать бессмертной она не должна зависеть от чего-то в жизни то же самое говорил апостол Иаков Иаков 1 глава 12 стих блажен человек который переносит искушение о это мы можем терпение вырабатывать искушение переносить быв испытан он получит венец жизни супер запятая который обещал Господь любящим его понимаете все вот это вот испытание чтобы нам научиться терпению это все условия определенные это все необходимые какие-то обстоятельства но суть но цель чтобы любовь Божья твоя теперь любовь она стала нетленная чтобы она стала бессмертная чтобы она не зависела от обстоятельств я вчера разговаривал с одной сестрой эта сестричка переживает очень трудный период своей жизни и муж относится к ней не так как хотелось бы чтобы он не относился он не верующий человек и когда она рассказывала мне свою историю она говорит когда муж ко мне вот так относится пренебрегает меня не заботится ну и разные истории рассказывает она говорит я не могу молиться я не могу молиться Богу все я перестаю молиться мы начали с того насколько часто она молится я не могу в этот момент молиться а так как муж часто так относится к ней то в результате она часто не может молиться и вопрос а при чем здесь Бог почему любовь к Богу она заканчивается когда муж относится к тебе неправильно при чем здесь Бог это любовь к Богу которая какая-то тленная какая-то недолгосрочная которая какая-то временная она не бесконечная, она не вечная, венец получает не тот, кто переносит страдания, венец получает не тот, кто много трудится, венец получает тот, кто остается в любви, несмотря ни на что. Библия показывает нам одну очень интересную категорию людей. Вы знаете, я бы очень хотел всегда быть в категории этих людей. Я думаю, что каждый из вас скажет, я тоже очень хочу быть в категории этих людей. Знаете, это люди какие? Люди, для которых любая ситуация, она будет на пользу. Вы представляете, люди, для которых вообще любая ситуация самая плохая, самая неприятная, а Бог говорит, ты через нее обогатишься. Вау! Кто хочет быть в категории таких людей? Да, да, во что бы мы ни влезли, что бы с нами ни происходило, все у нас получается или что-то не получилось, у нас сейчас все радостно или печально, у нас мы смогли что-то сделать или мы не смогли, мы разочарованы сейчас в себе очень сильно, мы неправильно что-то сделали. Бог говорит, куда бы ты ни вляпался, тебе все будет во благо. Это потрясающая категория людей. Об этой категории людей говорит апостол Павел в послании к римлянам 8 главе. Послушайте, он говорит, мы знаем, он тоже принадлежал к этой категории, он говорит, мы притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все, скажите со мной, все, абсолютно все, нам надо читать это ясно, где-то в каких-то местах мы смотрим все, и мы говорим, о, все это значит все. Давайте сюда посмотрим на это все, это значит все. Это значит, тебе надо выключить разум, пусть отдыхает, хоть когда-нибудь. Это все, это любая ситуация. Ты скажешь, ты мою ситуацию не знаешь, а ты мою не знаешь. Но Библия говорит, зная все наши ситуации, абсолютно все, вспомните это сердечко из нужд этих собранное, он знает каждую нашу ситуацию, и он знающий Бог, знающий все. Причем он знает не только, что у нас было и в чем мы находимся, он знает, чем все закончится. Он говорит, если ты остаешься в этой любви, если ты избираешь любить Иисуса, абсолютно все обернется тебе во благо. О, как это потрясающе! Я ощущаю здесь такое присутствие Божие, которое подтверждает эту истину, которая хочет просто опуститься здесь на каждое сердце. Пусть твоя вера просто как на дрожжах вырастет. Где бы ты ни находился, что бы с тобой сейчас ни происходило, если ты избираешь остаться в любви Божьей, все будет содействовать, будет созидаться, будет направляться к твоему благу, к твоему обогащению, к твоему устройству, к твоей радости, к твоей победе. Аллилуйя! Понимаете, нам надо не просто верить в Бога, нам надо Его любить. Вот о чем я говорю сегодня и о чем говорил Иисус. Он говорил, если ты не возлюбишь меня больше, чем все остальное, ты не достоин меня. Но речь не о том, что Он превозносит. Сложно Его превознести выше, чем Кем Он является на самом деле, потому что Он Бог. Но Он не об этом говорил. Он говорил, если ты не любишь меня больше, чем все остальное, ты не сможешь пройти этот путь. Если у тебя не будет этой любви, которая двигала мною, когда я висел на кресте. Как кто-то сказал, не римские гвозди удержали Иисуса на кресте, но любовь Его каждому из нас удержала Его на этом кресте. Нам надо не просто верить в Иисуса, нам надо любить Его. Это наша защита от всех грехов. Иногда мы запутываемся в грехах, которые вот запинающийся грех есть, одно и то же, одно и то же. И дьявол хочет, мне кажется, сфокусировать наш взгляд, как взгляд этого орла в курятнике. Чтобы мы вот добывали себе пищу, стараясь справиться с грехами, стараясь как-то облагородить себя. Мы можем просто зацикленными быть, не забыв уже, что надо поднять голову к небу и услышать эти слова, этот крик, который зовет тебя. Он говорит, я люблю тебя. Я люблю тебя совершенно любовью. Я думаю, это крик вот этого орла, вот этого неба, Бога. Он говорит, посмотри на небо. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебе дал эту любовь. Подними свои глаза. Давай поднимайся. Давай взлетай. Хорош тебе ковыряться и заслуживать себе свое мнение от того, что у тебя что-то получилось или не получилось. Не в этом суть, не в этом твое призвание. Моя любовь, она поднимет тебя. Послание к Ефесянам. Третья глава с 18 стиха. Чтобы вы укорененные и утвержденные, говорит апостол Павел, в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотой Божью. Бог дал нам свою любовь, которая была когда-то недоступна для нас. Но теперь Он говорит, это твоя любовь и на тебе ответственность, как ты распорядишься этой любовью. Сохранишь ты ее в своем сердце или нет? Она соответственность, чтобы остаться в этой любви до конца. Что это значит, остаться в любви Божьей? Во-первых, это оставаться способным, принимать любовь от Бога во всякое время. Или по-другому скажу, мы приняли ее. Это значит остаться, остаться в этой любви. Это значит верить, что она навсегда. Что Бог не перестанет тебя любить никогда. Это значит остаться в этой вере, которую дьявол хочет своровать. Которую этот браконьер хочет своровать. Хочет вырвать тебя из вот этих отношений со Христом. Это самое большое, что у нас есть. Если у него это получается, если ты начинаешь сомневаться в том, что Бог тебя любит, ты на грани падения. Если ты начинаешь размышлять о том, любит тебя Бог или не любит, исходя из твоих ситуаций, ты на грани падения. Выбросьте эти мысли. Пусть любовь Божья, она станет вечной, нетленной внутри тебя. Это первое. Надо остаться в вере, что Он любит всегда. И второе. Остаться в любви. Это значит принять решение. Продолжать любить. Продолжать выражать любовь, которая внутри тебя. Любовь Божью. Независимо от обстоятельств, в каких ты находишься. У меня вопрос к вам быстренько. Скажите, легко ли вам оказывать добро какому-то человеку, когда вы находитесь в проблеме? Серьезной? Когда вы заболели, вы плохо себя чувствуете? Когда у вас денег концы с концами еле сводятся? Когда у вас не хватает что-то? Когда вы разбили машину? Когда вы что-то потеряли? Когда что-то произошло в жизни непредвиденное? Легко ли вам служить другому человеку в этот момент? Нет. Трудно. Я знаю. Очень трудно бывает. Очень трудно, но в этом и суть. Бог хочет, чтобы мы укорененные, понимаете, чтобы корни наши, они пустились в эту любовь Божию, чтобы мы понимали это самое драгоценное в нашей жизни и чтобы мы верой продолжали дарить любовь, выражать ее. И эту способность дает нам Бог. Этим мы отличаемся от всех других людей в этом мире, у которых любовь ограниченная, она тленная, она не бесконечная. А нам Господь дал любовь, любовь Агапе и говорит, она твоя. Три шага просто перечислю, как вы сами видите в этом послании к Ефесской церкви. Три шага, чтобы нам воспарить. Первое, надо вспомнить, откуда ты не спал. Он говорит, вспомни, откуда ты выпал. Вспомни эти первые отношения. Я, простите меня, терпеть не могу такие фразы, когда слышу, кто-то говорит, глядя на новообращенного человека, который парит в любви, который бегает всем, рассказывает об Иисусе, какой он прекрасный. И этот человек осаживает его и говорит, ну это ничего, это ты пока сейчас. Я тоже когда-то так горел. Я тоже когда-то так летел. Подожди, это первое. Потом все не так будет просто. Я ненавижу эти слова. Я думаю, эти слова из ада исходят. Потому что Иисус, воскресший из мертвых, призывает каждого из нас остаться в этой первой любви. Первая, понимаете, она первая. Я посмотрел в оригинале, это слово переводится как главная, она первая, она самая важная, прежняя, первая, главная. И Он поможет нам в этом. Второе, надо покаяться. Вы знаете, что покаяться значит развернуться, значит передумать. Это значит поднять голову, как этот орел на небо. Это значит услышать этот крик неба, который сейчас кричит в каждое сердце. Подними сын мой голову, подними дочь моя голову, ты увидишь, что я люблю тебя прямо сейчас. Это значит покаяться. Подними голову. И последнее, и творить прежние дела. Вспомни, какие дела ты делал. Как мы вспоминали с женой. Как это прекрасно было. Мы взяли бомжа, притащили домой, обмыли его, приютили, у нас поселился. Проходит время, ты получаешь наставление, что опасно может быть и так далее и тому подобное. Но многие сейчас, время нет, многие моменты мог бы рассказывать, насколько любовь Божья, она превыше разума. Но она творит невозможное, если ты согласишься. Аминь. Давайте встанем, дорогие. Давайте просну. Субтитры подогнал «Симон»!